Доброго времени суток, дамы и господа! В рамках этого видео постараюсь полностью рассказать про механику знаний в профессиях в дополнении Dragonflight. Как мы прекрасно знаем, в дополнении Dragonflight были полностью переделаны профессии. Изменились крафты, появились особенные разные характеристики, появилось снаряжение для профессий, а также появились таланты в этих профессиях, иначе они называются специализацией, очки специализаций. В общем, давайте сейчас всё абсолютно глянем на примере моего кузнечного дела. Хорошенько прокачанного. И также посоветую вам ресурс, довольно-таки интересный, довольно-таки знакомый, на котором можно всё глянуть, и вы сможете подумать вообще, что вы хотите от этой профессии, и в какую конкретно ветку вы хотите углубиться. Разумеется, перед тем, как рассуждать обо всех ветках, обо всех профессиях, о сайтах, о раскачке специализаций, нужно понять, как добывать знания для профессий. Чтобы добыть знания о профессиях, нам нужно делать различные викли-квесты. Викли-квесты берутся раз в неделю, поэтому они являются викли, да, еженедельные задания, берутся у различных наших учителей. То есть, например, кузнец Курока даёт нам квест для кузнечки, то есть в этом отделе, да, получается, а для второй моей профессии, инженерное дело, даётся квест тут. Делаются квестики раз в неделю, и в целом всё замечательно. Также у нас имеется гильдия ремесленников, рынок ремесленников, да. Тут есть торговец, который тоже там даёт нам виклик, и мы можем купить различные схемы, различные знания. Они покупаются единожды при прокачке репутации с консорциумом ремесленников. Покупается на планках репутации 2 из 5, далее 4 из 5 и 5 из 5. То есть вот я прокачаю ещё 2 500 репутации, ну, на это примерно неделька нужна, и куплю ещё по 10 знаний. Круто? Да, довольно-таки круто. Что ещё получается? Раз в неделю можно оформить заказик на какого-нибудь начертателя, можно даже публичным заказом. Заказ на трактат? Кидаем, публичный заказ, ставим вообще даже одну серебряную, спокойно всё выкрафтят, предоставляем все свои реагенты, можно купить их на аукционе, можно нафармить, решайте сами, и юзаем раз в недельку. Также имеются различные сокровища, по типу потревоженная почва. Мы покупаем лопатку у драконей экспедиции, и с помощью этих лопаток мы начинаем копать почву, которая является сокровищем и отмечена на карте. Также эти лопатки можно выкрафтить в кузнечном деле. Они идут на 20 зарядов вместо 5, и чуточку удобнее, потому что занимают меньше места. В тот момент, когда мы только изучили нашу профессию, когда мы немножечко её подапали, нам стоит пролететь по абсолютно всем сокровищам, которые мы можем собрать единожды. Это различные предметы синего качества, эпического качества, и об этих предметах уже давно известно. Само собой, ссылочку со всеми координатами, где находятся эти различные сокровища, я приложу в описании к этому видосику. Помимо этой почвы, имеются и иные источники получения знаний. Там тоже имеется еженедельное КД. Это убийства различных мопцов, соответствующих по нашей профессии. Также, что получается, имеются эпические шарики под названием «Древний осколок знаний», по-моему, как так он называется. И их нужно сдать мопцу в специальную пещерку. Эта пещера находится в равнинах Анары. Находится она вот тут вот. Тут как раз такие два холмика, и именно там находится этот моп. Там будет синий вопросительный знак, и вы все увидите, примерно по координатам 52-34. И, конечно же, не стоит забывать об уникальных крафтах для получения дополнительных знаний о нашей профессии. В тот момент, когда мы открываем нашу профессию, мы можем задать различные фильтры. И нам нужен фильтр под названием «Бонус первого изготовления». Да, у нас имеется надпись под названием «Первое изделие». Когда вы впервые воспользуетесь этим рецептом, то научитесь кое-чему новому. Подразумевается то, что мы получим целый один поинт в нашу специализацию. То есть, то очко знаний, которое мы можем распределить абсолютно в любую ветку. Разумеется, есть различные PvP-рецепты. Мы можем купить их и просто-напросто выкрафтить эту PvP-шную броню. Я сделал так недавно и получил целых 8 знаний. Приятненько. Окно профессии слишком огромное, поэтому даже придется вебку выключить, рамку выключить. Жуть вообще полнейшая. Реально, раньше окно профессии было намного меньше. Что у нас получается? У нас имеется полоса с крафтами. И чем выше наше мастерство, тем лучше мы можем выкрафтить ту или иную вещицу. То есть, если мы в своей специализации ушли, например, в нагрудники, то да, мы будем хорошо крафтить нагрудники. Даже при условии вставленного концентрированного изначального настоя. У нас имеется шанс на прок, и в целом это замечательно. А если мы вообще шарик вставим, то гарантированно 418 крафт. Потому что полностью прокачиваем нагрудники. Если рассмотреть мое кузнечное дело Драконьих Островов, то я являюсь мастером доспехов. То есть, все абсолютно влито в изготовление доспехов. Почему? Потому что я так решил. Потому что мне именно захотелось крафтить доспехи. Само собой, если кто-то, например, хочет крафтить оружие, то он пойдет в оружие и будет раскачивать именно их. Но имеются различные подспециализации. Давайте на примере доспехов это объясню. То есть, вот у нас центральный талант. Он повышает мастерство абсолютно на все. Дальше у нас есть ответвление в крупные латные доспехи. Качая крупные латные доспехи, мы повышаем мастерство для нагрудника, для щитов и для наголенников. А если мы уже идем в следующую подспециализацию, то мы апаем именно нагрудники. Именно там мы апаем мастерство. И именно нагрудники у нас становятся лучше. Тут у нас рельефные доспехи, тут у нас изящные доспехи. Это, как знаете, вот эти вот три ответвления, это все равно, что работа с мясом в кулинарии в реальной жизни. У нас есть курица, у нас есть свинина, у нас есть говядина. И вот эти вот три ответвления, идущие от них, это те блюда, которые мы, ну, собственно, учимся делать из этого мяса. Не знаю, я думаю, так кому-то, может, даже попроще будет, вдруг собрались великие кулинары при просмотре этого видосика. Вот, тут получается вообще пояса прокачаны. Да, то есть я сам себе решил крафтить пояса, и сам себе в будущем я выкрафчу нагрудник. А почему бы и нет? Отдавать кому-то там 40 тысяч голды за крафт, ну, такая себе идея. А в тот момент, когда кидаются заказы, некоторые люди просят за крафт 40 тысяч голды. Это же вообще жуть полнейшая за всего лишь-то два клика. Также, когда мы вливаем знания в какой-либо кружочек, стоит смотреть на зубцы, которые тут имеются. То есть, например, вкачав на 5, мы повышаем еще и мастерство дополнительно на 5. Вкачав на 20-ку, мы можем добавлять блистательное озарение. Это тот самый шарик, который крафтится из 50 рвения мастера, и который повышает мастерство на 30. Чем выше у нас мастерство, тем выше рангом мы можем выкрафтить вещицу. А возможно даже, мы можем скрафтить высокоранговую вещицу перманентно, без какого-либо прока, гарантированно просто она берет и крафтится. То есть, вливать знания именно туда, куда нам нужно, это, разумеется, полезно. И заранее нужно подумать о том, куда вливать эти знания. Потому что, как мы прекрасно знаем, они лутаются не в таком огромном количестве, как хотелось бы, и сбросить их нельзя. И если рассмотреть изготовление оружия, то да, у меня тут пусто. Как уже сказал ранее, я являюсь мастером доспехов и крафчу только доспехи. Профессионально максимального ранга крафчу пояса и нагрудники. Идем дальше. Особая ковка. Тут тоже пусто все абсолютно. Я просто-напросто выбрал путь мастера доспехов. Изготовление доспехов. Владение молотом выглядит уже интереснее. Это четвертая ветка, которая позволяет вообще прапать мастерство абсолютно для всех крафтов. То есть, и для нагрудников, и для клинков, и для булавы какой-нибудь, и для инструментов. То есть, очень хороший талант. И, возможно, такая четвертая ветка имеется просто-напросто у всех профессий. Также стоит обратить внимание на зубцы. То есть, мастерство повышается на три при изготовлении предметов с помощью кузнечного дела. Любых предметов абсолютно. Сплавы, клинки, слитки различные, пояса, нагрудники. Ну, вообще, все, что только вот имеется. И тут бонус довольно-таки приятный. Как я уже сказал ранее, я познакомлю вас с сайтом, который многим знаком, и где можно тоже все абсолютно посмотреть касательно профессии, касательно прокачки. На повхеде имеются полные руководства абсолютно по всем профессиям. Вот, например, алхимия. То есть, в этом гайде рассмотрено три специализации алхимии. Это трансмутация, то есть, вы будете мастером трансмутации. Далее, поушен мастери, то есть, вы будете поушены крафтить. Они будут там, возможно, больше работать, их будет больше выкрафчиваться, они будут выше рангом крафтиться. Как мы знаем, у нас ранговая система имеется, и у поушенов тоже она имеется, как и у вещей. Поэтому, стоит на это обратить внимание. И фиал мастери. Фиалы подразумевается фласке. То есть, пролистываем чуть ниже, и тут показано, сколько на что нужно выкачивать, и что мы получаем. Если непонятен текст, чекайте картинки. То есть, у алхимии три вкладки, нам нужна третья вкладка, тут на 15, тут на 20, тут на 20. Все прокачали, кайфуете. Дальше уже вливаете, ну, получается, думайте сами. Окей. Кузнечное дело. То есть, все абсолютно, что я ранее сказал, вот оно тут имеется. Armorsmeeting. Это специализация на доспехах. Weapon smiting. Это специализация на крафте оружия. Toolsmeeting. Это крафты инструментов каких-либо, для каких-либо профессий. И просто-напросто, как оно правильно переводится? Особая ковка. Самая обычная специализация кузнечного дела. То, что в целом, в общем, мы апаем наше кузнечное дело, и оно становится чуточку лучше. И если подвести итог, то просто-напросто скажу вам, качайте то, что вы хотите. Хотите быть мастером оружия? Качайте оружие. Хотите быть мастером трансмутации? Качайте трансмутацию. Абсолютно все ссылочки, абсолютно на все профессии, как что раскачивать, я закину в описание к этому видосику. Если у вас есть какие-то свои мысли касательно прокачки знаний в профессиях, то дайте знать об этом в комментариях. Быть может, кто-то сможет на этом голдишки сделать для жетона. А жетон нынче единственный способ оплатить подписку без сторонних сайтов. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.